в общем посидели мы у коле просто здорово поболтали вообще обо всем вкусно поели попили вина проветрились все-таки ходить в гости так же приятно как и принимать гостей просто последнее время мы очень мало ходили в гости а еще коля когда тут ездил недавно в магазин он затарился и в том числе и для меня вот таким набором три бутылки вина и бутылка виски вышло всего в 8 долларов это примерно 800 рублей ну классно же в общем на новый год я обеспечен всякими разными напитками на все праздники а еще мы вовсю готовимся к новому году а именно мы будем встречать его в компании и каждый в этой компании готовит что-то на стол мы готовим холодец и оливье честно признаюсь ни разу в жизни не готовил холодец но оказалось все очень просто особенно мультиварки золотец я решил сделать из говядины я ее просто для начала купил говядину на кости целую луковицу разрезал пополам и просто ее чуть-чуть поджарил чтобы был аромат жареного лука и все закидал все в мультиварку залил водой вместе с лавровым листом солью и перцем и поставил на режим холодец вообще в кастрюле это все делается не менее 6 часов а в мультиварке с режимом скороварки под давлением вообще легко за полтора часа все делается но я решил сделать аж 220 чтобы прям вот вытащить оттуда все во-первых весь коллаген чтобы вот такой был холодец вот ну и чтоб мясо распалось а еще было смешно когда я стоял в мясной лавке и покупал это мясо и просил как можно больше кости ну чтобы мясо было на большой кости чтобы костей было много и когда я увидел как парень забрал свиную ногу а вот эту вот копытца отрубили и я так сказал а можно мне в подарок пожалуйста ну да и у меня спрашивает типа ты что будешь это есть я говорю да он такой вот типа ты crazy вообще одну сумасшедший а я ему попытался объяснить что это для холодца и спросил когда-нибудь слышал ли он на таком он говорит нет и и тут я подумал а как объяснить что такое холодец я говорю вы пробовали когда-нибудь мясной мармелад он такой что мясной мармелад нет я говорю на это как желе с мясом он такой еще больше просто его накаляло типа как вот в общем они даже представить себе не могут что можно сделать из свиного копытца хрящиков ушек и пятачка собрать свинью собрать свинью можно мармеладе да в мармеладе мясо для холодца протушилась смотрите чего получилось то вот какая жижа смотрите о какой жирный бульончик ну-ка да давайте на вкус просто попробуем слушать это балдеж сюда еще соли добавить и будет вообще песня и отделил мясо от бульона бульон довел по балансу просто до шикарнейшего я кинул сюда один зубчик чеснока на два с половиной литра бульона я его прям перетер можно сказать то есть я мелко мелко порезал а потом еще и ножом перетер добавил соли и укропа и получился жирный жирный такой наваристый бульон но он не жирный он с коллагеном это не жир очень вкусно то есть это в принципе можно оставить на 1 января на утро ребята сегодня я вписался в такую интересную роль я буду дедом морозом решил деток порадовать это детки русских семей буду выступать на каком-то мероприятии надеюсь им очень понравится это меня люба привлекла она же будет и снегурочкой в общем у меня расписан сценарий уже вживаюсь в роль так что праздник будет а еще прикольно да дед мороз приехал не на сказочных санях а на байке прикольно у нас тут переодевание люба принесла мне чудесный костюм мы думали что костюм деда мороз и похоже какого-то казака или тараса бульбы посмотрите снегурита у нас какая снегурита 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 но ты не забыла так ну что какие у тебя ощущения в роли деда мороза смотрите какой красавец сразу по-другому в другом статусе снегурка да новая новая вы было обновляю я смотрю вы добрались до тамури вашего все давай с наступающим наступающим дед мороз поздравляет даже по ватсапу недорого как и надо быть видеть ничего себе такие красивые нарядные ничего себе какие потрясающие дети как у меня прилетело ну кажется кому-то не хватает кого не хватает со мной Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз Появился? Здравствуйте Здравствуйте дети большие и малые Жарко у вас я бы сказал после российских после великого устюга А ты прям сразу оттуда? Дедушка оттуда сразу? Ну с пересадкой в Сан-Паулу конечно С дозаправкой оленей Покормить надо было так сказать Смотри что у меня есть Это мыльные пузыри Ура Смотри Спасибо Я писяк так спи Ёлочка Пай пай Парусь мешком Ухудывал Смотри Ура Смотри 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 Идите ко мне Да Ты был хорошим мальчиком? Был хорошим Будь дальше Хорошо С Новым Годом! Ну как у тебя ощущения? Как камень спешил. Как камень спешил? Да. Ну это тоже. Все прекрасно. С Новым Годом дом! Дедушка в морозе, ты же любишь хлеб? Хлеб обожаю! Да, с маслом! Поехали, Снегурочка! Пока-пока! До встречи в Новом Году! Ну а пока я был в роли Деда Мороза, Даша тут приготовила такие вкуснятины! Смотрите! Это мимоза! Вообще обожаю этот салат! Это оливьешечка! Это будет на стол новогодний, мы в гости возьмем! И холодец, который я вчера делал, он, короче, он застыл! Он получился! Надо, наверное, вот этот вот слой как-то убрать, наверное, и остальное уже можно пробовать! Ну, в общем, красота! У нас настоящий Новый Год! Люба, ну давай, презентуй! Что там по селедке? По селедке! В Аргентине нет селедки! Невозможно купить! Возможно купить только очень кислую, очень уксусную селедку! Да, что нужно сделать? Нужно просто ее вымочить в очень жирном оливковом масле с луком! А потом я сделаю из нее практически форшмак! То есть я сделала в блендере ее с луком и с майонезом! Зафоршмачила! Зафоршмачила! Зафоршмачила вот это вот все! Ну, будем пробовать! Так, сейчас мы... А, ну, кстати, мнение тех, кто попробовал! Блин, ништяк вообще! Очень голодный был! Слушай, да ты как кот вот это вот еще губы облизываешь с этими ушками! Тебя слушать просто одно удовольствие! Мне очень понравилось! Это сочетание всех вот этих вкусов и рецептов! Рецепт-рубную салютку! Салат, ну-ка, у меня! Достаём! 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 Для вас переходим! Путь взрослой жизни. Вот холодец нужно пить точно с водкой, да? Люба рассказала про вино, которое по своим характеристикам подчеркивает вкус блюд. Действительно, есть такие вина. И есть такой напиток, который сам по себе, ну, такой себе. Но так подчеркивает вкус блюд, что с ума сойти. И когда селедочка с этим напитком становится просто прелестной. Огурчик маринованный, таким вообще чудесным. А помидорчик вот этот консервированный, просто божественный. Вот, когда вот ты даже занюхиваешь черным хлебом с лучком и чесночком, просто прекрасно. Беленькое в народе называют. Вкуса нет. Напиток сам по себе, конечно, полная шляпа. Но есть в нем такой момент, что для других блюд это идеальная специя. Наливай, профессор! Скучаю, выпиваю, тяжко чаю. А когда скучает он, хаще сволочь сам могу. Подарок, который не нужно никуда перевозить, а нужно употребить. И это подарок для истинных ценителей аргентинского. Та-дам! Того, что внутри. Ребенка. Ребенка. Подождите. Так, что можно? Конечно, да-да-да. Так как я знаю, что вы пьете горячее мате, то это ерба мате, которая холодная. Это банка расписана местным художником. Есть, в общем, классный магазин, который называется. В общем, он как-то там называется, я забыла. Ну, в общем, это художник, да, расписал местный рекой. Да, и, в общем, это... Учительная баночка, я хочу сказать. Да, да, это банка вообще... Да, это банка вообще... Саша, что ты готовишь, смотришь на банку, такая, блин, а это вот ванночка, помнишь, вам любовь подарила? Ну, в Аргентине по-разному. Рык-банк. Кольная, кстати, пахнет. Николдия? Кольная, кстати, пахнет. Ему покажешь медный грош. Делай с ним что хочешь. Все? Да, вот так после трех салатов и двух заливных понеслась, называется. Я думаю, что на том и закончим. Прекрасный Новый год. Вступаем в 2024. Всех поздравляю, ребята, с праздником. Ура! В общем, попраздновали мы довольно неплохо. Поели, попели песни, типа караоке на телеке там включали. Да и разъехались под утро. Вчера, 1 января, был детокс, так скажем, релакс и все остальные слова. Вчера в ход пошла мимоза, пельмени, которые мы лепили. В общем, все, как и должно быть на 1 января. Сегодня уже второе число. Начинаем день мы красиво. Я тут завтрак приготовил. Я думаю, что мы сейчас с ним разделаемся. Там, кстати, дочка завтракает. Слышно, может быть, она там причмокивает так. И у нас ролл из омлета и всяких начинок. Вот так вот это выглядит. Сейчас я его распилю и покажу. Там два вида сыра. Зелень, мелень. В общем, красота. Так что завтракаем. Я думаю, что в такой прекрасный день надо двигать, гулять. Ну что, Новый год отгремел. Мы сегодня, 2 числа, решили наконец-то выйти на улицу. Прогуляться, подышать свежим воздухом. И все-таки вспомнить о том, что мы живем в лете. Даже несмотря на то, что сейчас начало января. Для сегодняшней прогулки мы выбрали парк не так далеко от дома. Примерно 5 остановок на автобусе. Очень быстро доехали. И в парке меня прям порадовала вся обустроенность. Здесь очень много спортивных площадок. Волейбольный, пляжный волейбол, баскетбол. Какой-то футбольный теннис или что это, не знаю, как правильно называется. Но выглядит очень прикольно. Плюс есть еще зона отдыха с фудкортом. То есть это стритфуд, уличная еда. Местная, конечно же, аргентинская. С всякими напитками. И большой посадочной зоной. И мимо всего этого вдоль реки, можно сказать, вот в 100 метрах от реки, идет длинная-длинная прогулочная зона, практически набережная, в которой как раз можно погулять, подышать свежим воздухом. Здесь очень мало машин и очень много птиц. То есть прям слышно, как поют птицы. В общем, прекрасное место и время, чтобы насладиться летом. Была бы еще вода вот голубая. Все было бы идеально. И так, лично. Да, очень жалко, но на эту воду можно только смотреть. Купаться мы бы тут не стали. Хотя, кто-то купается. Ну, знаете, кто-то и на улице ночует. Поэтому, чего сравнивать. Но, по крайней мере, вода как развлечение. Тут используется по полной. У воды сидят, в воде рыбачат. И, конечно, используют всякие спортивные развлечения, типа вейксерфинга, яхтинга. И что, и на лодочках еще катаются. Ну, в общем, вода, как и в любом регионе, притягивает людей. А еще мы заметили, что на улице очень много людей. И нам не очень понятно, почему. Ведь уже 2 января, а это все-таки уже... Ну, в Аргентине это обычный день. Это в России празднуют там 8, 10, 13 числа. Не знаю, в каком году. Но 2 января в Аргентине уже обычный рабочий день. Что они делают? Почему они здесь, а не на работе? Вот в этом большой вопрос. Или Fiesta это образ жизни? Здрасте. А, да. Здрасте. Здрасте. Приветики. Привет. Приветики-пистолетики. А. Вот тебе кренделечек, матерь-котик. Божество, божество. У тебя тоже кренделечек на голове? Я готова к завтра. Господа, у нас сегодня интересный день намечается. Потому что мы приехали опять к Ане с Ваней. Туда, где мы отмечали Новый год. И у нас забронировано Парижа. То есть грильзона. И бассейн. В общем, сегодня мы начали на Расслабоне. Вот так. Здесь такой хороший жилой комплекс, где есть два бассейна, спортзал, очень ухоженная территория, вообще очень такой приличный дом, ну, с соответствующим прайсом, конечно, но это прямо очень хорошо выглядит. Короче, все взяли для гриля, да, спички взяли, чуть-чуть пива, соус, фольгу, воду. Мясо забыл дома, блин. Ой, а левкое масло, возьми, пожалуйста. Что, какое? Саша забыл мясо. А, ну, он бы сказал. Сейчас поедешь? Ну, да. Что, уже разжигать надо? Наверное. Вообще, конечно, подстава. Ну, в общем-то, и все. Я смотался за мясом, которое забыл. Ребята в это время разожгли огонь. Сгнули себя. Вот. Ну, а вы, видите, горячие какие у них тут. Люба тут что-то делает. Что, ты песто делаешь? Нет, это заправка для грузинского салата. А-а-а. Как быть, овощи, да. А я не имею больше ни единой возможности терпеть, когда бассейн рядом, поэтому пошли прыгать. Ребята, три месяца не плавал. Три месяца просто вообще кошмар. Раньше в Батуми просто несколько раз в неделю в море, а сейчас три месяца в жаре и в сухости, блин. Поэтому... Да, конечно, дом тут вообще шикардос. Это очень похоже на какой-то турецкий отель. где все включено, бассейн. Ну, прикольно, прикольно. Мне прям нравится. Заходит. Вот этот кусок мяса называется асадо. То есть это ребра и вот такой отруб. Честно говоря, такой аромат пошел, вообще с ума сойти. Но я, конечно, соскучился по аромату шашлыка еще. Вот чтобы вот замаринованная свининка, да на шампурах, да если ляшечка рядом лежит и лавашиком накрыто. Ауф просто. Вот. Но в следующий раз я обязательно подготовлюсь и замариную. А сегодня стейки, что тоже неплохо. Но по шашлычку, да в гранатовом соусе. Дальше соскусился. Так, ну что, ледяное шампанское подъехало. Зачем я ее взял? Не знаю. Хотели полинуть. Ну что, шампанского за столь чудный день? Ура! Ура! Ну что? Прям не день, а какое-то удовольствие. Мне прям нравится. Ой, огонь. Спасибо, что позвали, кстати. Класс, вообще вкуснотишка. Ммм. Кстати, реально вкусное вино. Ой, красота какая. Смотрите, сейчас будем резать. Мясо отдохнуло в фольге. Обещанный стейк, смотри. Опа! Как полетал. Смотри, где-то. Медиум раер. Опа! 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 Это старый, по-моему, холодный роман. Вот так, наверное? Да, вот так. А ты не маленький. Неважно. Так он не профессионал. У меня 10 миллионов подписчиков будет. Вау!